привет ребят мы начинаем рассматривать рецепты самокатов наших пользователей те которые нам присылали на почту и давать свои рекомендации что стоит оставить а что может быть добавить какие вещи классные какие не очень поэтому добро пожаловать в новую рубрику здравствуйте очень интересно придумали с анализом рецептов заинтересовали прокомментируйте пожалуйста и мой рецепт так сухая составляющая еще состоит базовая смесь соя рыбная мука протеин сухое молоко кукурузная мука рисовая мука гречневая манка птичий корм перемолотый муку гороховая мука макуха семечко 3 кальций фосфат бетаин чили на выходе получаем кило 200 килограмм так вот смотрите сразу протеин его козеин он но кого молочный белок он свяжется только при варке при скатке смеси он вязаться не будет у вас очень мало очень мало добавок которые хорошо скатывают микс вот смотрите такие вещи как рыбная мука соевая мука там кукурузная гречневая там птичий корм макуха семечко макухи они плохо клеются они плохо клеятся если взять посчитать все вот эти добавки то у вас получается из килограмма 200 который вы получаете на выходе то у вас получается порядка 700 грамм круп и грубо говоря вещей веществ которые просто не клеятся неплохо будут клеятся это абсолютно неправильно для того чтобы это изменить нужно как минимум раза в два увеличивают допустим манку манки не 75 грамм добавлять хотя бы 150 а лучше 200 потом сухое молоко не 50 добавлять 100 150 чтобы лучше смесь размывалась желательно было бы добавить яичный арбумин около 100 грамм это было бы очень хорошо для связки самой смеси и как бы ну вот это самая главная проблема вот смотрите допустим гороховая мука и кукурузная мука она на скатке в принципе нормально скатывается но потом после того как вы проварите бойл а у вас будут вареные бойлы так как есть яйца о бойл будет быстро рушиться то есть даже если вы каким-то образом хорошо закатаете весь этот микс и сварите его бойл потом будет очень быстро разрушаться то есть это получится как долго играющий растворимый бойл это будет не вареный бойл не полноценный вареный бойл а что-то такое среднее между растворимым бойлом и вареным бойлом в принципе как бы но это неправильно лучше добавить больше вяжущих средств вяжущих добавок чем как бы ну такой 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 используя такой рецепт с ошибками то есть подводим итог увеличиваем манку увеличиваем сухое молоко добавляем яичный арбумин как минимум манки 200 сухого молока 150 можно тоже 200 добавить 100 яичного арбумина и остальные уже добавки подкорректировать кукурузную муку можно оставить гороховую муку ну и дальше потом ну допустим 3 кальций фосфат вет аптека я не понимаю зачем это и куда смысл вот такая важная вещь в жидкой составляющей белочан белочан это как бы уже ферментированная добавка то есть добавка с бактериями живыми бактериями и если потереть этот пластилин на терке в вашу жидкую составляющую то очень нужно очень нужно хорошо просушить бойл и также добавлять очень нормальное количество консервантов консервантов потому что бойл просто будет портиться он может не долежать до вашей рыбалки он может начать там появится плесень начнет свистеть как бы испортится бойл это неправильно то есть надо очень хорошо просушивать бойл неважно вареный он или растворимый очень внимательно уделить время сушки а также консервантом подсластитель нормально крикин 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 критин ну смотрите лучше лучше взять нормально аминокомплекс лучше как бы не баловаться с этим креатинами из прочими штуками buscar�� взять хороший и на комплекс котором уже есть как бы и вот я так понимаю а сейчас секундочку и вот свет аптеки как бы ну как бы и витаминное добавки аминокомплекс и прочее Потом масло черного перца мы оставляем, масляную кислоту также можно оставить, экстракт крылья это тоже очень хорошая добавка, глицерин все правильно, 40 грамм минимум, это полезно. Ароматизаторы, ну как бы ароматизаторы это уже на свой вкус, в принципе и Robin Red хорошая арома, Esquid Octopus и масло чеснока также выступает очень крутой аромой и крутым триггером мед, бустер, бустер я не знаю, есть ли смысл добавлять бустер в качестве ароматизатора, в принципе я не вижу этого смысла. Из консерванта у вас получается только сорбат калия 2 грамма, обязательно нужно добавлять консервант, ну не стоит там непосредственно или посредственно перед рыбалкой, не перед рыбалкой, лучше все равно добавить консервант, но к сорбату калия можно еще добавить морскую соль в качестве консерванта, она будет и выступать как консервантом для самой смеси, сдерживать всю смесь от порчи, а также будет выступать привлекателем. Так как соль и сахара это очень хорошие привлекатели в любом корме, в каком бы они не были. Ну а так в принципе все. В принципе более-менее нормальная смесь. Единственное, учесть фактор белочана тертого, хорошо сушить, добавить нормальный аминокомплекс, добавить кое-какие, увеличить дозировку крупах для сухой составляющей, чтобы хорошо скатывался. И так в принципе хороший рецепт. Поэтому Вячеслав, хорошего вам сезона, будут вопросы пишите, спрашивайте, обращайтесь. До новых встреч.